Слава Господу, друзья! Мы сегодня прочитаем Слово Божие из Евангелия от Иоанна, 12 главу. Откроем, пожалуйста, вместе. И здесь рассказывается повествование о том, как Иисус Христос входил в город Иерусалим перед своими страданиями, перед смертью и воскресением. И это был необычный вход, это был необычный путь. Это был путь царя, это был путь того, кому по праву принадлежала слава. Люди взяли пальмовые ветви и вышли навстречу к Нему. Они восклицали «Ассанна», то есть спасение, благословен грядущий во имя Господня Царя Израилев. С 12 стиха мы можем читать в 12 главе. Множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви и вышли навстречу Ему и восклицали. Иисус, найдя молодого осла, сел на Него, как написано, «Не бойся, дочь Сиона, вот царь твой грядет к тебе на молодом осле». Ученики Его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о Нем написано в пророчествах. И это они сделали Ему. «Народ, бывший с Ним прежде, свидетельствовал, что Он, Христос, вызвал из гроба Лазаря и воскресил Его из мертвых. Потому и встретил Его народ, ибо слышали, что Он сотворил это чудо». В Луки, 19 главе, 37 стихом говорится, что множество народа велегласно, то есть великим голосом начали славить Бога за все чудеса, которые они видели. Иисус Христос подарил эпоху великих чудес и знамений, которые изменили жизнь тысяч людей, которые исцелили тысячи больных. Эти были чудеса, которые принесли людям радость и свободу, принесли мир и покой. Толпы людей шли за Христом. Они удивлялись Его учению. Они видели чудеса и, написано, благодарили Бога. И здесь наступил такой момент, перед тем, как Христос должен был зайти на крест за грехи человечества, Ему была принесена слава Царя. Люди прославляли, восклицали, они также снимали с себя верхнюю одежду, то есть накидки, такие длинные, можно сказать, халаты. И они постелали, чтобы Иисус прошел именно по их одежде. Они восклицали и славили Его. Причем они восклицали такими словами, «Ассанна, благословен грядущий во имя Господне». И здесь сказано, что ученики Его сперва не поняли этого. Они не понимали, что происходило. Они не понимали, что они сами говорили. Они не понимали, что это происходит до конца. Это было спонтанное, неожиданное словословие, восхваление, восклицание, восторг, прославление, которое исходило из толпы людей, которое исходило из детей в храме. Ученики сперва не поняли, но когда прославился Иисус, то есть когда Он воскрес, когда Бог дал Духа Святого, они поняли, кто это был. Это был на самом деле царь, и именно о нем было то пророчество в книге Захарии, пророка в Библии, рассказывающая, что именно он будет шествовать на осле, на осленке. Ему будут восклицать эти слова, и Христос никому не сказал восклицать эти слова. Он никого заранее не подготовил. Это не было приготовлено заранее процессе. Это не был заранее приготовленный марш. Это не были заранее выучены песни или что-либо другое. Это было инспирированное, то есть вдохновленное Святым Духом служение Богу Иисусу Христу как Царю. И, как я уже подчеркнул здесь дважды, что ученики сначала не поняли этого. Понимаете, что служение Богу, оно выше нашего понимания. Истинное служение Богу в Духе Святом, оно превышает наше понимание. То есть люди осуществляют и делают, и способны делать для Бога, для людей то, что они, может быть, не вполне даже осознают своим разумом. Почему они так делают? Почему они способны на такой шаг? Почему они способны жертвовать бедным людям что-то? Почему они делают это, хотя у них свои собственные нужды, и они простые рабочие люди или пенсионеры? Люди не всегда понимают, ученики не всегда понимали то, что происходило. Но то, что происходило здесь, это было действительно Божьим действием. Здесь показан образ служения для церкви, образ служения для христиан. То есть то, что происходило здесь, это превосходило формы, которые были приняты в богослужении, допустим, в храме. То есть могут существовать традиции и формы, которые могут держать нас в узких рамках отношения к Богу. Допустим, только молитва «Отче наш». Это чудесная молитва. Но мы понимаем с вами, что кроме этой молитвы существует много сердечных и искренних молитв, даже описанных в Библии, в том числе приходящих просто спонтанно в сердце человека. Итак, здесь описано служение, которое ученики сначала не поняли. И они многое также не понимали. Но когда пришел на них Дух Святой, они начали понимать. Бог, Он хочет делать такие дела и такие совершать чудеса и вещи, которые превосходят наше понимание. Апостол Павел об этом сказал, что Господь, Он делает Духом Святым больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. То есть, о чем мы помышляем, имеем понимание в своем разуме. Люди удивлялись, когда Иисус сделал чудеса, не так ли? Они удивлялись, потому что это было что-то необычное. И ученики, они не поняли, почему такая хвала, почему такие восклицания. Когда Христос вошел в храм, дети начали восклицать. И они также восклицали Асан, сыну Давидову. Христос был из рода Давида. Они устроили большой шум хвалы и прославления. И фарисеи, и книжники, и первосвященники, которые были в том храме, и они не верили в Иисуса Христа, как в Божьего Сына. Они начали протестовать. Они прикословили, они говорили Иисусу, запрети им. Но Он сказал, я говорю вам, что если они умолкнут, то камни возобьют. Камни будут выражать то, чего достоин Бог, чего достоин Сын Божий. И Он сказал, разве вы не читали в Писании, то есть в пророчестве, что из уст младенцев и грудных детей Бог устроил себе хвалу. То есть та хвала, которая была в сердцах детей, та хвала, которая была в сердцах учеников и тех, кто сопровождали, она была, я повторяю, спонтанной. То есть она была неожиданной, мгновенной. Она была инспирированной, вдохновленной Святым Духом, который коснулся их. И в этом показан именно образ служения. Служение Богу для нас в настоящее время. То есть служение Богу, совершение молитвы, пения и каких-либо служений, то есть по направлению к людям, к детям, к молодым людям, то есть к бедным, это должно быть вдохновлено Богом. И это может быть не всегда понятно окружающим нас. Они могут не понять твоей жертвенности, они могут не понять твоей радости, они могут не понять той причины, почему ты рассказываешь людям о Боге, почему ты не можешь просто в себе это хранить или молчать. И вся суть в том, что это совершает Господь. Это то, что угодно Богу. Это действие Духа Святого. Бог говорит, я творю все новое. Бог говорит, что воспойте Богу новую песню, потому что Он сотворил чудеса. И так Господь изначально, Он положил служение не в форме каких-то определенных традиций и в выполнении определенных обрядов, но совершенно в свободной форме, как человек от Господа имеет изъявлять Господу свою любовь, свою хвалу, свое благодарение. Это называется иногда словословие. Словословие, то есть своими словами, как можно славить и прославлять Бога. Господь касается нас Духом Святым, и тогда мы, повинуясь голосу сердца, начинаем выполнять служение. Кстати, о учениках сказано так. Иисус сказал в Иоанна 13,7, Он говорит, Я то, что делаю теперь, вы не можете понять, но вы после этого разумеете. То есть, когда придет Дух Святой, Он научит вас всему, Он напомнит вам. То, что я делаю теперь, вы не понимаете. Он Петру также сказал, Иоанна 13,7, это Он сказал Петру, говорит, то, что я делаю теперь, ты не понимаешь, ты потом это поймешь. Потому что Петр категорически отказывался от того, чтобы Иисус Христос, будучи Господином, будучи Богом, вымыл Его ноги, помыл Его ноги. То есть, это была традиция, это было правило. Перед приемом пищи. Они мыли не только руки, они мыли ноги. Они возлежали, то есть, их ноги были на уровне лица. То есть, они кушали возлежа. И ноги могли помыть слуги, или сам себе человек. Но Иисус, Он вымыл ноги ученикам. Он показал самый высокий акт смирения, любви и служения. И Петр не понимал, и он протестовал. То есть, когда мы не понимаем что-то, здесь говорится, что ученики сперва не поняли. Когда мы не понимаем что-то, мы даже будем протестовать и даже противодействовать. Но кто дает нам это понимание? Кто дает нам понимание того, что делает Бог? Кто помогает нам дать это понимание и вызывает в нас содействие? И когда мы идем вместе, движемся вместе с Духом Святым и с теми, кто совершает служение для Бога. Только Дух Святой. И поэтому Господь сказал, что когда Он придет, Он наставит вас на всякую истину. Иоанна 16, 12. Я много имею вам сказать, говорит Господь, но вы не можете вместить. Когда придет Он, Дух Истины, Дух Святой, Он наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. То есть Он устроит эту хвалу в вас. Он устроит в вас то служение, которое Бог желает. Итак, Господь говорит, я много имею вам сказать, но вы не можете принять. Смотрите, здесь была та же самая проблема. У Иисуса Христа были величайшие откровения. То есть открываются истины, открываются вещи для нас, тайны, которые благословляют нас, благодаря которым мы можем научиться и получить очень многое. То есть у Бога есть благословения, они как бы были закрыты, запечатаны, но Бог их открывает, и открывает Духом Святым. Дух Святой – тот ключ, который открывает это. Ключ, который открывает дверь Божьих благословений. Дверь понимания того, что делает Господь. И поэтому то, что мы часто делаем, то есть я имею в виду, мы молимся или мы служим, мы слушаем голос сердца. Мы слушаем, повинуясь голосу сердца. И это не каждому человеку может быть понятно. В Библии рассказывается случай, кстати, опять же, накануне Пасхи, в той же главе, о которой мы читали, где было шествие в Иерусалим, о Марии. Марии, которая была рядом с Иисусом и той группой, которые собрались в доме Лазаря. И Мария, она взяла фунт, то есть это определенное количество, то есть это 400 с лишним грамм. Она взяла нарда, нардового чистого драгоценного мира. То есть это древние названия, это благоухающее вещество, которое стоило огромные деньги, которое превышало по стоимости любые духи, которые есть самые лучшие в этом мире. Оно стоило годовую заработную плату свыше 300 динариев. Динарий был рабочая плата поденчика, то есть дневного рабочего. Один динарий в день. И это стоило свыше 300 динариев. Мария, она взяла этот нард, драгоценный состав, и она неожиданно вылила на ноги Иисуса Христа. А потом она вытерла это своими волосами. И весь дом наполнился благоуханием. Тогда один из учеников его, Иуда Искариуд, который хотел предать его, сказал, для чего бы не продать это мир за 300 динариев и не раздать нищим? Он не понимал. И сказал он это не потому, написано в Библии, что он заботился о нищих, но потому, что он был вор. Он носил ящик и брал для себя то, что туда люди опускали. Мы видим, Господь не схватил его за руку. Бог не запретил ему. Он знал это. Он ждал, когда Иуда покается. И он знал, что Иуда будет делать потом, что он предаст его. Некоторые люди недоумевают, почему Бог не остановит то и другое. Если Бог остановит, то он должен будет судить всю землю тогда, и никому уже не будет прощения, кто грешит. Поэтому Бог ждет. Он ждал Иуду. Он сказал Иуда, для чего ты пришел? Иуда пришел предать. Иисус задал ему прямой вопрос. Иуда поцеловал его, говорит, радуйся, учитель. Иисус говорит, разве ты не целованием меня предаешь? То есть Иуда сказал, кого я поцелую, то есть его, вот этого возьмите. Всех других Иуда не стал целовать, только Иисуса целованием приветствовал. Это был предательский знак. Итак, мы видим, что Иуда, возможно, некоторые другие ученики, они стали негодовать. Зачем такая трата? Просто вылить на ноги Иисуса драгоценное вещество, которое можно купить или продать за такие деньги, получить прибыль. Иуда подумал, что вот эти деньги бы продали, ну, вернее, на эти деньги бы продали бы, положили бы в этот ящик, а он бы оттуда, возможно, себе что-то бы взял, украл. Возможно и так. Но Иисус здесь говорит о том, что оставьте эту женщину. Он сказал, она сберегла это на день моего погребения. То есть, у Бога было совершенно другое понимание этого. Ее большая жертва, ее невыразимо большая жертва для Сына Божия, она для Него была приемлемой и желанной. Дело в том, что такими благовонными веществами умощали тело дорогих и близких любимых людей после их смерти. И тогда их тело, оно источало аромат. То есть, в этой гробнице, в этой пещере был аромат. Это было печально, но запах был очень, очень приятный. Также богатые люди, они используют это для благоухания, для красоты. Клеопатра, она захватила Иерихон и хотела владеть той местностью только потому, что там росли благоухающие вещества. Она хотела иметь влияние, она хотела продавать эти приятные благоухающие травы, делать дорогие составы. То есть, это был бизнес, это было экономически для нее выгодное дело. Поэтому она покушалась на эту землю, город Пальм, город Иерихон в Израиле. Но здесь говорится о том, что это было просто вылито все на ноги, около фунта, на ноги Иисуса Христа. И ученики это не понимали. Есть много других примеров в Библии, когда люди не понимали. тот же Петр, которому Бог открыл, что Иисус это действительно Сын Божий, спустя несколько минут он подошел ко Христу, который говорил, что мне нужно будет идти в Иерусалим, я буду там предан, в руки язычников, меня предадут, меня убьют, надо мной поругаются. Петр подошел к нему и стал ему прекословить. То есть, не понимая дел Божьих, он стал противодействовать, он стал прекословить и говорить, Господи, пусть не будет с тобой этого. Будь милостив к себе, пусть не будет с тобой. Ученики ему говорили также в другой главе, когда он только собирался идти в Иерусалим, Иисус сказал, что в 11 главе Иоанна, пойдем опять в Иудею. Ученики сказали, Равви, давно ли Иудеи искали побить тебя камнями и ты опять туда идешь? Мы здесь видим непонимание. Итак, непонимание, оно приносит конфронтацию. Господь сказал, что когда придет Дух Святой, Он откроет вам, Он поможет вам, Он объяснит вам. И поэтому ответ для нас таков, что если мы наполняемся Святым Духом, то есть, если мы исполняемся силой Божьей, то Дух Святой, Он открывает нам то, что нам непонятно, и вводит нас в совместный поток служения и действия Бога. Большинство людей понимают, что нужно проповедовать по телевидению, но кто-то может это не понимать. Мы должны благословлять и позволить Духу Святому коснуться сердца человека. Многие люди понимают, что нужно помогать бедным, но кто-то может возражать и считать, что они сами виноваты и сами должны нести за это ответственность. Поэтому, если Дух Святой наполнит таких людей, они поймут, что не во всяком случае человек сам виноват. Не во всяком случае он сам виновен в том, что он стал нищим или что он потерял работу. И Бог вызывает Духом Святым сострадание и желание помочь и поддержать. Мнения могут быть самые разные и они часто могут быть, к сожалению, ошибочными, только потому, что еще не открыто. И поэтому даже ученики не понимали этого воскресания, которое происходит. Даже они не понимали, почему люди так делают, почему они кричат «Ассанна, сыну Давидову, благословен царь, грядущий во имя Господне». Поэтому как важно, чтобы мы для себя просили у Бога откровения. Чтобы мы просили Духа Премудрости откровения или говорили «Господь, открой мне, дай мне понять». И чем больше Духа Святого будет на нас, тем больше мы будем понимать Божьи дела. Тем больше мы будем понимать таких людей, как Мария, которая вылила драгоценное мир на ноги Иисуса. Почему это сделала? Она заранее сделала это. Потому что потом возможности такой уже не будет. Когда они придут, чтобы помазать Его вторично во гробе, Христа там уже не было, Он воскрес. Аллилуйя! И Господь сказал, «Она предварила помазать Меня, она сделала это». Я хочу сказать, когда кто-то помогает бедному, когда кто-то сильно молится, когда кто-то делает что-то другое для людей, не осуждай его. потому что, если Он не сделает это сейчас, возможно, другой возможности уже не будет. Очень важно вовремя рассказать людям о Боге. И поэтому, когда у тебя какое-то дело, и ты занят, и вдруг Бог побуждает тебя, мы говорим о спонтанном побуждении, о неожиданном побуждении молиться, или неожиданном побуждении кому-то помочь чем-то, или что-то сделать, очень важно послушаться Бога. Мы знаем, что женщина там у сокровищницы, где сидел Христос и наблюдал, она почему-то положила все последнее. И Господь сказал, что она больше всех положила, хотя было там две лепты всего. Мы не призываем людей отдавать последнее. Мы не призываем людей отдать то, что им самим так необходимо. Мы просто говорим о том, что делайте то, что Бог вам говорит. Если Бог тебя побуждает, если Господь в твоем сердце располагает, делай это. Таким образом, и богослужения, и песнопения, и молитвы, и восклицания, и добродетель, и разного рода другие служения, это все вдохновляется Духом Святым. И только тогда человеку становится понятно. Поэтому то движение, когда Бог направляет тебя посетить кого-то в больнице, с кем-то поговорить, что-то сделать доброе, это Божье вдохновение. И ты сам не понимаешь, почему это. Но потом понимаешь, так нужно было. Итак, друзья, если мы будем открыты к Духу Святому, если мы будем любить Святой Дух, Он будет нам открывать и показывать, объяснять нам, и мы сможем идти тогда без прикословия. то есть мы можем идти в единстве. У нас не будет никогда разделений, не будет разномыслей, не будет противодействия, потому что Бог открывает, и человеку становится все понятно. В послании филиппийцам 3.15 Павел говорит некоторые духовные вещи, и потом говорит, кто из нас совершенный, тот вот так должен мыслить, как я написал. Но если кто-то иначе мыслит, и это вам Бог откроет. Давайте повторим вместе, и это нам Бог откроет. Итак, люди верующие, они могли о чем-то думать иначе, то есть потому что мы люди, потому что мы не сто процентов состоим из Слова Божьего и благодати Божьей и Духа Святого. Мы имеем часть своих размышлений, рассуждений, ошибочных пониманий в чем-то, и нам нужно откровение от Бога. Поэтому нам нельзя судить людей других церквей, нам нельзя судить христиан за то, что они понимают какой-то вопрос по-другому, нам нельзя осуждать. Нам важно молиться, чтобы Бог сам открыл человеку, если он считает нужным, если это правильно. Не так ли, друзья мои? Потому что и Павел говорит, если о чем-то иначе мыслите, и вам Бог это откроет. Видите, он не стал строить из этого проблему, он не стал говорить, если вы о чем-то думаете по-другому, то вы, допустим, сильно заблуждаетесь, то с вами я не хочу не иметь никакого дела и так далее. Нет, он сказал, вам это Бог откроет. И сказано в Каримфе нам, ну если кто-то не разумеет, ну пусть не разумеет, кто не понимает вот то, о чем я пишу, ну пусть не понимает тогда. То есть нам необходимо понять, что у разных людей могут быть разные мнения, и с этим важно считаться и любить их такими, как они есть. мы иногда не понимаем их шаг, их такой порывистый шаг, их служение, но очень важно благословить их и не бороться, не конфронтировать с ними, потому что Бог либо нам пусть откроет, либо им пусть откроет, но мы сохраняем дружеские отношения, мы находимся в одной команде Божией, то есть в разной церкви, разные методы служения, но мы идем любя друг друга, сохраняя единство и благословляя. Вот почему в нашей церкви мы хотим иметь благословение для всех, то есть у нас не принято критиковать или осуждать другие церкви, и мы благословляем, и мы не претендуем на то, что у нас самое правильное, но мы понимаем, что и другие люди искренне любят Бога и служат Ему. И откровение Святого Духа это то, что делает нам понятны многие вещи. Это как книга рецептов. Это как справочник, который открывается. То есть можно смотреть на пирог и думать, и гадать, из чего он состоит, но наверняка там есть какая-то мука. Но очень трудно догадаться, мы не имеем откровения этого рецепта, мы не понимаем, сколько там положено куриных яиц, сколько соли, соды или ванили и так далее, маргарина. Но когда мы откроем книгку рецептов, там все станет понятно. Пришло время откровения. Мы открыли книгу и все ясно. Точно так же справочник, нам может быть непонятно какое-то слово или что-то другое. Мы можем открыть справочник и почитать, и все становится понятно. Вот это делает Святой Дух. Поэтому, друзья мои, что я хочу сегодня подчеркнуть, что нам необходим и важен Святой Дух каждому из нас, потому что это Дух Откровения и Дух Премудрости. И Он может открыть нам. И когда Дух Святой на нас, и когда мы всем любим Дух Святой, вся Церковь любит Святой Дух, то Дух Святой сходит на всех нас, и мы все получаем одновременно одно откровение. И мы говорим, да, мы будем это делать. Мы начнем помогать больше другим и третьим. Мы начнем раздавать одежду, или мы будем больше распространять телевизионное служение и так далее. Мы будем больше печатать газет. Наш разум он прикословит. Господи, где мы возьмем эти деньги? Но наше сердце говорит, нужно большим людям рассказать о Христе. Нужно большим людям рассказать о Его любви, о Его доброте. И тогда мы все становимся единодушными не потому, что кто-то переубеждает нас, не потому, что кто-то принуждает нас это делать, не потому, что Павел говорит, вы не под принуждением, Бог добро охотно дающего любит. И он говорит, не с огорчением и не с принуждением, но откровение Святого Духа, оно дает нам понимание того, что хочет Бог. И тогда мы поддерживаем, мы молимся, мы благословляем. А если что-то и не так, то есть или мы не понимаем, или человек не так может быть понимает, то слово говорит, Бог это может открыть. То есть мы молимся об откровении Святого Духа. Я верю, это решение есть решение против любого рода конфликтов, против любого рода разногласий. То есть предоставить человека Господу , молиться за Него, чтобы Бог дал откровение Духа Святого Сердца. Духа 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 Духа